всем привет с вами виктория сегодня я буду готовить клубничный торт готовится он очень просто и быстро и его можно не настаивать после приготовления в холодильнике а сразу попробовать на моем канале уже есть клубничный торт по-французски фразе ссылочку я вам оставлю в описании под видео для приготовления этого торта понадобится маленькое количество ингредиентов бисквит у меня будет из трех ингредиентов для него понадобится 4 яйца мука и сахар можно добавить немножко экстракта ванили но это по желанию и крем будет совсем простой сметана сливки сахарная пудра или можно сделать только со сметаной и сахарной пудрой также понадобится конечно же клубника торт у нас клубничный у меня ушло примерно 300 грамм полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео формочку которую я использовала для запекания бисквитом у меня диаметром 18 сантиметров сначала я приготовлю бисквит для этого нужно отделить желтки от белков для приготовления этого бисквита понадобится 4 яйца в белки высыпаю сахар 125 грамм и взбиваю взбивать нужно почти что до пиков до такого как это называется как клювик у птички ну чтобы белки были очень очень пышные сейчас я вам покажу вот такое вот такая консистенция должна быть у белков затем добавляю желтки и 2 чайные ложки экстракта ванили белки я взбивала где-то 3 минуты желтки же нужно взбивать примерно одну минуту не больше яйца взбиты теперь нужно отложить миксер и лопаткой постепенно добавляем муку и перемешиваем снизу вверх плавными движениями для приготовления этого бисквита не сода не разрыхлитель не нужен этот бисквит еще называется женуаз также получается он очень пышный и не опадает так что я не забыла добавить разрыхлитель или соду этот бисквит готовится без соды и без разрыхлителя и получается очень хороший хорошо держит форму тесто я перемешала формочку переложила пергаментной бумагой смазала сливочным маслом и выливаю тесто форму духовку я уже поставила разогреваться до 180 градусов немного разравниваю тесто формочки и ставлю выпекаться на 30 минут смотрите по вашей духовке и по диаметру вашей формочки примерно этот бисквит пекается 30 минут если формочка большего размера значит он выпекаться будет быстрее выпекаем до сухой зубочистки затем достаю его из духовки и даю ему остыть а пока займусь клубникой также для приготовления этого тортика нам нужно сделать сироп я делаю сироп ложу буквально четыре клубнички и вот эти хвостики которые я обрезаю клубнички я их хорошо промываю и также они у меня пойдут для приготовления сиропа такие хвостики часто используют для приготовления сиропа они очень ароматные сюда я положила также две столовые ложки сахара и ставлю на огонь и пока нарезаю другую часть клубники которая у нас пойдет на бисквит значит для сиропа я добавила 150 миллилитров воды сироп у меня прокипел 5 минут и я его через ситечко процеживаю даю сиропу остыть клубничка у меня уже нарезана также оставила клубнику несколько клубничек целенькими на украшение бисквит уже остыл вот я его сейчас достаю из формы посмотрите какой он высокий получился перекладываем его верхом вниз и разрезаем на 2 коржа приготовлю крем для этого смешиваю сметану 400 грамм сметаны и 100 грамм сливок добавляю 4 столовые ложки сахарной пудры 2 чайные ложки экстракта ванили сначала перемешиваю ложкой а затем взбиваю миксером до загустения сметана и сливки у меня 30 процентной жирности они должны быть очень-очень холодными и приступаю к сборке тортика выкладываю на блюдо 1 корж и пропитываю его приготовленным сиропом хорошо вот так пропитываю таким образом тортик можно не настаивать в холодильнике а сразу после приготовления нарезать и поставить чай и идти кушать а пока я смазываю тортик пропиткой не забудьте подписаться на мой канал у меня рецепты вкусные проверенные новые видео выходят два-три раза в неделю сверху на первый корж выкладываю крем и хорошо распределяю по всему коржу сверху вот таким образом по кругу выкладываю кусочки клубники так будет смотреться красивее если вы положите вот так по краям и потом также заполнить оставшимися нарезанными кусочками серединку сверху выкладываю еще несколько ложек крема ровно распределяю и сверху накладываю второй корж второй корж также пропитываю пропиткой сиропом выкладываю крем и смазываю тортик сверху и полностью по бокам стараюсь это сделать как можно ровнее крема не жалейте накладывайте побольше так получится очень вкусно я этот тортик готовлю очень часто мы очень любим тортики с клубничкой все готовится очень быстро просто и получается очень очень вкусно если крем будет только со сметаной то получится тоже очень вкусно за счет сметаны и за счет сиропа он пропитывается очень очень быстро заготовка для торта полностью готова приступаю к украшению тортика перед тем как украшать можно его поставить минут на 15 в холодильник так будет легче украшать сметанку уже сметанный крем закрепится я украсила вот так также добавила листики мяты вы можете украсить по своему усмотрению надеюсь что этот рецепт вам понравился ставьте лайки пишите свои комментарии а я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами с новыми рецептами